Болезни капусты. Для всех огородных культур, в том числе и для капусты, свойственно подвергаться различным видам заболеваний. Это приводит к большим потерям урожая и тратам на покупку лекарственных средств. Чтобы всего этого избежать, рекомендуется своевременно проводить профилактические мероприятия на участке. Страдать капуста может не только из-за болезней, но и из-за нападения различных вредоносных насекомых. Капустница, капустная бложка, капустная совка и т. д. Обо всех проблемах, с которыми может столкнуться любитель капусты, рассказано в данной статье. Заболевания капусты и меры борьбы с ними. Яды-химикаты для обработки капусты не очень подходят, так как съедобные листья находятся над грунтом, а потому под воздействием таких средств будет нанесен непоправимый вред вкусовым качествам овоща. Яды могут быть опасными для здоровья людей, потому что листья впитывают эти вещества, они накапливаются и не выводятся из растения. Предпочтительнее своевременно провести профилактику или использовать народные методы. Далее будут рассмотрены болезни капусты и белокочаные методы борьбы с ними. Слизистый бактериоз чаще всего недуг поражает уже собранные овощи, находящиеся на хранении. Возникает в том случае, когда нарушен температурный режим. Заболевание может развиваться по двум сценариям. Загнивание наружных листов начинает появляться неприятный запах, потом гниет кочерыжка. Гниет кочан с образованием слизи и поражение лиственной части. Для лечения данной болезни капусты или профилактических мер рекомендуется посадка гибридных сортов, имеющих иммунитет к недолгу уничтожения. Вредители все то время пока растет культура, соблюдение севооборота, дезинфекционная обработка мест хранения урожая, обязательный. Контроль температурного режима, обработка семенного материала перед посадкой, обработка корней рассады, фитофлавином-300. Сосудистый бактериоз данная болезнь может поражать капусту, находящуюся в любой стадии роста. Она попадает в огород благодаря насекомым. Нередко возникает при затяжной сырой дождливой погоде. Пораженные листы начинают желтеть, а прожилки становятся черного цвета. На следующей стадии идет полное потемнение листьев и их отмирание. Важно! Бактерия-возбудитель очень жизнеспособна и может оставаться в открытом грунте на протяжении нескольких лет. В качестве профилактических и лечебных мер принимают следующая посадка гибридных сортов, которые считаются более устойчивыми. Посадка капусты на данном месте спустя 4 года и не раньше, своевременное удаление сорняков. Для лечения используют следующий способ. Раствор бинарам 1%, опрыскивание рассады фитофлавином 302%, нанесение такого же раствора на корневую систему. Чесночный настой используется для обработки семенного материала, прежде чем будет произведена посадка. Капустная мозаика – это заболевание капусты, относится к вирусным инфекциям, разносимым сорными растениями, которые поражены клей. Пораженная капуста имеет светлые прожилки, затем прекращается рост кочана, а листья становятся морщинистыми. Среди профилактических мер наиболее действенными является уничтожение тли, своевременная прополка грядок. Тля на капусте на замету. Капустная мозаика относится к заболеваниям, которые не подаются лечению. Пораженный урожай необходимо извлечь из земли и сжечь. Черная пятнистость – альтернариоз. Очень часто недуг появляется там, где хранится рассада и собранный урожай. Рассада идет черными пятнами и полосками, а затем наступает увядание. Взрослые растения также становятся пятнистыми. Вместе с этим появляется налет, имеющий вид сажи. При попадании во внутрь кочана идет поражение лиственной части овоща. В качестве профилактики используют следующие меры. Семенной материал должен проходить гидротермическую обработку. Необходимо соблюдать Правила и сроки севооборота Регулярно пропалывать сорные растения в вегетационный период можно использовать для опрыскивания содержащие Медь препараты HOM ABIGAPAC Чем болеет рассада капусты? Рассматривая болезни рассады капусты нельзя не упомянуть про черную ножку. Это заболевание появляется из-за слишком сильной влажности в почвенном слое, где посажена рассада. Дополнительно провоцирует заболевание, недостаток освещения и низкие показатели температуры. Болезнь очень заразная, через корневую систему данное заболевание поражает все растения. Важно! Если растения находятся слишком близко друг к другу, растут кучно, это создает благоприятные условия для развития заболевания. Почва, семенной материал, растительные посадки могут содержать возбудители черной ножки. При этом грибок сохраняет активность на протяжении длительного времени. А это значит, что всходы, попавшие в зараженную землю, уже будут нездоровыми. Предотвратить черную ножку можно до того, как будут посеяны семена для получения рассады. Проводится обеззараживание семян с помощью марганцевого раствора или термической обработки. Дополнительно почва обрабатывается коллоидно-серой марганцовкой. Некоторые болезни рассады капусты возникают в домашних условиях исключительно по причине халатности людей. Одни берут землю под рассады прямо из огорода, даже не пытаясь ее обеззаразить. Другие приносят грунт из леса, совершенно не подозревая, что и как росло на этом месте ранее. Полезный совет. Пока выращивается рассада помещений необходимо регулярно проветривать, а емкости с саженцами не поливать слишком обильно. Заметить данное заболевание можно по потемнению и истончению стебля ростка возле корневой системы. При выявлении черной ножки необходимо удалить все заболевшие растения вместе с корневой системой, грунтом и здоровыми саженцами в зоне очага поражения. Данное место обрабатывается марганцовкой. Чем болеют брокколи? Для данной разновидности капуста характерны практически те же недуги, что и для белокочанного сородича. Что касается описания, то далее будут рассмотрены наиболее часто встречающиеся заболевания. Брокколи, букет витаминов килла при поражении данным недугом на верхней части кочанов появляется шаровидный нарост и имеющий бурую окраску, а затем начинается процесс гниения. Заболевший кустик начинает сохнуть и по сравнению со здоровыми представителями у него наблюдается недоразвитость. Спасение пораженных растений дело бессмысленное, брокколи необходимо удалять и сжигать. Для предотвращения возникновения заболевания на грядках, где ранее росли брокколи, высаживают шпинат, лук, свеклу, чеснок. Данные культуры за несколько лет очищают почвенный слой обвозбудителей заболевания. Бель к еще одной болезни брокколи относится поражение белью. Листья, семенники, цветоножки и побеги покрываются налетом, который похож на масляную краску. Затем эти части становятся бурого цвета и начинают сохнуть. Листовые пластины вздуваются и искривляются. Обратите внимание, лечению бель не поддается, а потому пораженные растения подлежат уничтожению. Оставшуюся культуру нужно опрыскать, используя препараты с медью. Одной из профилактических мер является соблюдение севооборота и своевременное удаление сорных растений. Чем более цветная капуста, сосудистый бактериоз является недугом очень часто поражающей данное растение. Зараженная капуста имеет лиловую листву с желтой серединой. Начинается скручивание листа, а стека приобретает темно-сиреневый цвет. Заражение бактериозом в начальной стадии созревания приводит к тому, что плоды перестают формироваться и очень быстро засыхают. Разносиками сосудистого бактериоза являются насекомые, а потому борьба с ними является одной из профилактических мер по предотвращению развития болезни. Цветная капуста Внешний вид среди болезней цветной капусты нельзя оставить без внимания недуги, поражающие рассаду этой овощной культуры. Болезни рассады цветной капусты, желтухой или фузариозным увяданием страдает рассада цветной капусты. Недуг может затрагивать как саженцы, так и уже посаженные на участке кустики рассады. Заболевание имеет грибковую природу, проникая в систему сосудов, оно поражает стебель и далее не дает свободно циркулировать питательным элементам и влаге. Стоит знать, для инфекции характерно на протяжении нескольких лет сохраняться в почвенном слое, что представляет опасность следующим посадкам капусты на данном месте. Листья у заражанной капусты становятся зелено-желтыми, в большинстве случаев поражается только одна сторона листа. По желтому фону появляются темные пятна. Если сделать поперечный срез стебля и черешковой части, то сосудистое кольцо будет иметь коричневого светлую окраску, даже если заболевание развито довольно слабо. Наблюдается падание пораженной листва и уродливость головки. Профилактическая обработка капусты позволяет предотвратить большинство заболеваний, а владельцу сохранить свой урожай. Поэтому садоводу рекомендуется регулярно осматривать грядки на предмет выявления симптомов той или иной болезни.